МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Область события «Факты» в эфире. Как всегда, подводим итоги уходящей недели. В студии работает Анастасия Петраш. Здравствуйте и смотрите сегодня. Одновременно на двух берегах строительство канатной дороги между Благовещенском и Хэхэ официально стартовало. Улицы превратились в реки. На Благовещенск обрушился мощный ливень. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Под 5% годовых дальневосточников, в чьих семьях родились вторые и третьи дети, снизили ставку по ипотеке. Оперативный мониторинг Камурская область приобрела единственную на Дальнем Востоке мобильную лабораторию. Старт дан. В основании канатной дороги, которая свяжет Благовещенский и Хэхэ, залили первые кубометры бетона. Это сделали одновременно по обоим берегам Амура. Торжественная церемония старта строительства уникального объекта прошла на барже прямо на границе России и Китая. Подробности далее. Проект канатной дороги, которая свяжет Благовещенский и Хэхэ, уникален. В мире больше нет двух государств, которые бы связывал через реку подобный переход. Уникальной стала и сама церемония, посвященная старту строительства столь масштабного проекта. Российская и китайская делегации встретились на барже, прямо на границе двух государств. Выступая перед собравшимися представители обеих сторон, еще раз подчеркнули значение проекта для развития российско-китайских отношений в целом, но также для усиления взаимодействия между Благовещенском и Хэхэ. Строительство канатной дороги – это важный момент для развития двухсторонних отношений. Это приоритетный проект по сотрудничеству в сфере строительства инфраструктуры между нашими городами после возведения трансграничного моста через Амур и газопровода. Я думаю, что эта канатная дорога будет способствовать сотрудничеству между Амурской областью и провинцией Хэйлунзян в сферах культуры, экономики и других областях. У нас большие планы. Мы будем строить на территории канатной дороги дьюти-фри, хорошую гостиницу, развлекательные объекты. Каждый год в Хэхэ принимают более 10 миллионов туристов. Я считаю, что канатная дорога будет в дальнейшем способствовать увеличению турпотока. Губернатор Приамурья, в свою очередь, еще раз подчеркнул, канатная дорога Благовещенск-Хэхэ не имеет аналогов в мире. Этот уникальный проект сложный и накладывает серьезные обязательства. Конечно, мы внимательно следим и будем оказывать поддержку этому проекту. Если говорить об эффектах, то у нас в прошлом году с китайской стороны в Благовещенск приехало порядка 100 тысяч туристов. С помощью этого проекта мы сможем кратно, на порядок увеличить количество туристов, которые посетят Россию, и можем отправить своих туристов в Китай. Поэтому этот проект очень ценим, относимся к нему бережно, с вниманием. И я очень надеюсь, что в 2022 году мы с вами сможем уже воспользоваться этой канатной дорогой. Протяженность канатной дороги составит 973 метра. Добраться из Благовещенска в Хэхэ можно будет всего за 6 минут. Пропускная способность около 460 человек в час или до 7 тысяч человек в день. Проект обойдется более чем в 3,5 миллиарда рублей. С российской стороны инвестором выступает группа компаний «Регион». Как отметили представители, для них реализация проекта трансграничной канатной дороги является одновременно бизнес и имидж проекта. Группа компаний «Регион» инвестиционная компания вкладывает деньги, конечно же, в проекты долгосрочные и надежные. То есть для нас это проект, который мы смотрим, что он будет коммерчески эффективным, безусловно, но в то же время мы понимаем, что этот проект имеет уникальное международное значение и имиджовая составляющая здесь огромная. Поэтому и то, и то. Старт в заливке первого кубометра бетона был дан представителями обеих делегаций. Символическую кнопку «Пуск» нажали в 11.58. Три, два, один, пуск! Итак, старт строительства канатной дороги, которая свяжет Благовещенск и Хэ-Хэ-Дан, планируется, что завершить проект должны уже в 2022 году. Историческое событие для вас освещало вся техническая и творческая бригады Амурского областного телевидения. Дальневосточникам снизили ставку по ипотеке. Получить жилищный кредит под 5% годовых смогут семьи, в которых родился второй или третий ребенок. Претендовать на скидку могут те амурчане, которые стали родителями с января 2019 по декабрь 2022 года. Известно, что ставка будет действовать на протяжении всего периода выплат. Также нет ограничения по выбору жилья. Купить квартиру можно будет на первичном или на вторичном рынке, а также приобрести дом в сельской местности. Заявку на ипотеку амурчане смогут подать в банки участники программы. Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Банк Открытия, Газпромбанк, Дальневосточный банк. Кроме того, те семьи, у которых уже есть ипотека и родился второй или третий ребенок, могут переоформить свой кредит при соблюдении ряда условий. Также уточняются, желающие получить ипотеку под 5% должны иметь первоначальный взнос не менее 20% от стоимости жилья. Стоит также отметить, что сейчас разрабатывается новая ипотечная программа для дальневосточников. По проекту размер ставки кредита составляет 2%. Ипотеку будет предоставлять Амурское ипотечное агентство, сообщает пресс-служба регионального правительства. Гибель амурчан на водоемах, оказание помощи подтопленцам из Селимджинского района, вопросы здравоохранения и экономического развития Преамурья. Таковы основные темы прошедшего заседания регионального правительства. Оно состоялось 16 июля под руководством губернатора Василия Орлова. Подробности в нашем материале. С 1 июня по 15 июля в Преамурье утонуло 19 человек. Семеро из них дети, доложил на совещании министр лесного хозяйства и пожарной безопасности области. Показатель гибели юных амурчан практически в два раза превысил уровень за весь летний сезон прошлого года. Больше всего детей погибло в Белогорском районе. Двое, причем это были братья. По одному в Благовещенске, Благовещенском, Архаринском, Шимановском районах и Райчихинске. Алексей Венгринский отметил, в муниципалитетах региона работу по профилактике и пропаганде безопасности людей на воде провели слабо. В Белогорском районе, где наиболее худшая обстановка получилась, за истекший период летнего сезона нужно отметить на низком уровне организованную работу по профилактике и пропаганде безопасности на воде по следующим направлениям. Проведено всего 7 рейдов по водным объектам с охватом населения всего 12 человек. В прошлом году было 376 человек. В сравнении с другими муниципальными образованиями, охват населения рейдами сами низкий. В других муниципальных образованиях охват составляет от 40 до 1500 человек. Однако, отметил министр, работа по профилактике на низком уровне и в ряде других муниципалитетов. Алексей Венглинский также рассказал, сегодня в Преамурье оборудовано всего 21 место отдыха в 11 муниципальных образованиях. В том числе в Благовещенске, Свободном Зее, Константиновском, Магдагачинском, Мазановском районах. Кстати, в Благовещенске в этом году решили привлекать места массового отдыха волонтеров. Их задача информировать людей о правилах безопасности. Остальные муниципальные образования отчитались по исполнению решения КЧС и написали, что на их территории отсутствуют места отдыха на водных объектах, которые могут быть оборудованы в соответствии с действующим законодательством. В то же время во всех муниципальных образованиях имеются места, где ежегодно традиционно отдыхают граждане. Эти места всем известны, но зачастую в таких местах администрации муниципальных образований профилактическую работу не проводят. И ограничиваются только установкой знаков, купаться запрещено. И этим ограничиваются, что естественно население не может удержать от купания в неустановленных местах. Василий Орлов отметил, главы районов должны максимально усилить работу по информированию людей. Отдельное внимание должно уделяться вопросу нахождения на воде школьников. Как пояснили в Амурском Миноборнауке, с апреля по май этого года проведено 2000 уроков и тренингов по оказанию первой медицинской помощи, а также инструктажей на водоемах. Мы считаем, что вовлечение детей именно в мероприятия организованной занятости, отдыха, трудоустройства, это тот путь, который позволяет нам избежать их неорганизованного появления на водоемах. Предлагаем рассмотреть возможность включить в проект такое предложение, как дополнительное размещение информации в электронных и печатных средствах массовой информации, в мессенджерах об ответственном родительстве. Потому что, как представляется, именно родители должны следить за детьми, которые не находятся в лагерях или не вовлечены в какие-то формы занятости. Глава региона тем временем акцентировал, профилактические уроки должны проводиться не только перед наступлением сезона. В течение всего учебного года вы должны проводить регулярно уроки безопасности по разным темам, не только здесь на воде. Как себя на пожаре вести, мы про это говорили, методически, как это будет выглядеть. Мне нужно понимать, я пока этого не вижу. Как себя должен вести ребенок, что делать, когда перевернулась лодка. Еще раз, вопрос методики. И вы эту методику должны распространить по всем школам. И у вас есть возможность это делать только в течение года учебного. Потому что в июне месяце этого делать уже нельзя. Они все уже купаются. И проконтролировать их тоже нельзя. На совещании регионального правительства также рассмотрели вопросы сферы здравоохранения. Речь шла о реализации региональных программ в рамках проекта здравоохранения. В этом году на эти цели предусмотрено более 1 миллиарда рублей. По данным на 1 июля освоено 25% от суммы. Большая часть выделенных средств пойдет на борьбу с онкологическими заболеваниями. На реализацию регионального проекта борьба с онкологическими заболеваниями в Амурской области предусмотрены средства в размере 491,6 миллионов рублей. В том числе средства федерального бюджета 164 миллиона рублей. Средства ОМС 326,5 миллионов рублей. И платные услуги 1,1 миллиона рублей. Кассовое исполнение по проекту составило 202,9 миллионов рублей. Приобретены химиотерапевтические препараты для лечения онкологических больных. Процент исполнения составил 41,3%. Также за федеральные деньги приобретут 12 единиц медицинского оборудования. Известно, что 63 миллиона направят на проект борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Средства пойдут на переоснащение двух региональных сосудистых центров. Также по региональному проекту развития детского здравоохранения в планах стоит покупка 54 единиц медоборудования для 1 и 3 детских поликлиник Благовещенска. А также для областной детской консультативной поликлиники. Будет продолжена работа по программам «Земский врач» и «Земский фельдшер». Анастасия Петраш, Антон Максимов, Амурское областное телевидение. Благовещенска справляется от прошедшего ливня. По информации Амурского гидромедцентра, на территории города выпало 54 миллиметра осадков. Это считается опасным метеорологическим явлением. В ликвидации последствий непогоды задействованы все службы города. Пожарные, спасатели, оказывается, адресная помощь населению. Кроме того, работает оценочная комиссия по установлению ущерба. Как областная столица восстанавливается после очередного удара стихии, узнавал наш корреспондент. Пока дождь заливал Благовещенск, инстаграм утонул в роликах и фотографиях ушедших под воду улиц. В реки превратили Зейское, Шимановское, Шевченко, Институтское, Дьяченко 50-летие октября. Затопленные улицы пешехода переходили вброд. Автомобилисты осторожно, почти на ощупь пробирались сквозь затопленные перекрестки. Больше всего от ливня пострадал микрорайон. В отличие от центральной части областной столицы, которая к утру уже была свободна от воды. К примеру, улица Дьяченко больше чем наполовину оказалась затопленной. По словам местных жителей, ночью ситуация была еще хуже. Это поменьше сейчас, а было вообще по-пояс. И каждый раз, когда, говорю, когда сильные дожди идут, получается вот такая вот история. Вот сегодня ночью мужчины тащили машину, как бурлаки на Волге. Для некоторых автомобилистов эта водная преграда оказалась непреодолимой. Транспорт глох прямо посередине улицы. Спасались сами и помогали другим. Некоторые благовещенцы добровольно буксировали за глохшее авто. Михаил, к примеру, за полтора часа вытащил из воды восемь машин. Погодка хорошая, машины едут, надо вытаскивать их. Ну, естественно, все на добровольческих началах. То есть никаких денег, ничего, просто помогли и оттащили, да и все. Ну, если там где девушки, которые, ну, немного не понимают в машинах, ну, где-то фильтр открыли, посмотрели, есть вода, нет воды. Как отметили в городском управлении ГОИЧС, сегодня главная проблема – водоотведение. Во-первых, ливневки не справляются с большим потоком воды. В следующем году городским властям необходимо найти деньги на реконструкцию канализации в микрорайоне. Вода по коллектору уходит в Бурхановку, оттуда – в Зею. Однако сегодня городская речка сильно заилина. На прочистку дна и русла необходимы деньги. Поскольку водоем принадлежит Федерации, чиновники Благовещенской администрации обратятся за помощью в Минприроды. Устранять последствия непогоды коммунальщики спасательные подразделения начали еще с вечера 16 июля. Откачивают воду с улиц и подвалов зданий, оказывают помощь населению. Подтоплен частный жилой сектор города. Основная проблема. На 17 число от пострадавших поступило более 160 заявок. Людям положена компенсация. Подтопило постройки, которые предназначены для животных, то есть для скотины. Они могут обращаться в управление социальной защиты, где будет проведено обследование. И люди получат компенсацию до 10 тысяч на дом, насколько я помню. И могут получить в виде материальной помощи до 3 тысяч рублей на каждого члена семьи, как продовольствие. Не только жилье подтопило социальные учреждения, детская областная больница, городской дом культуры, несколько детских садов. Больше остальных пострадал 4-й корпус 35-го детсада. Из-за непогоды сотрудникам детского сада в областной столице пришлось доставлять малышей в группу на руках, чтобы те не замочили ноги. Как отметили в Благовещенском управлении ЖКХ, здесь необходима канализация. Территория расположена ниже уровня улицы. Поскольку деньги на строительство коллекторы возможно выделить только в следующем году, в ближайшее время, здесь установят дренажные колодцы. Смету отдаем в ГУКС, пусть они быстро ее просматривают, считают и делаем дренажные колодцы. Причем это надо делать все оперативно. В течение дня, чтобы сегодня все проработали, ГУК сегодня же пусть смету просматривает и приступаем к этим колодцам. Июль и август для Благовещенска самые дождливые месяцы. Только для июля норма 131 мм осадков. По информации ГУКС, с 16 на 17 июля в областной столице за 3 часа выпало 42 мм осадков. Если цифра превышает 50 мм, вводится режим ЧАЭС. За 3 часа, с 21 часа до 0 часов, 17 числа, выпало 42 мм осадков. Это единовременно которое. А то, что в течение полутора суток выпадало более 50 мм осадков, это да. То есть выпало более четверти месячных суток норма осадков. Синоптики же считают, причин для паники нет. Прошедший ливень действительно считается опасным явлением. Однако такие дожди проходят в Преамуре ежегодно. Кроме того, из-за жары до 32 градусов в ближайшие несколько дней грозы вероятны не то, чтобы в разных частях области, а в разных частях города, как это было прошлым вечером. В восточной части города, в юго-восточной, вчера были вполне себе умеренные осадки. В западной части города, в северо-западной, вот количество осадков опасное. И наша метеостанция также находится в западной части города, поэтому она зафиксировала, она как бы отмечала дождь, да, накопление дождя с 12 часов дня, когда в восточной части города. И вообще не знали, что дождь идет. Вот, поэтому, ну вот такое у нас лето, такой климат Амурской области для нас это вполне характерно. По прогнозу, 17 и 18 июля в области сохранится неустойчивая погода с дождями. На сегодня уровни воды в реках Преамурья в норме. Угрозы подтопления населенных пунктов нет. На основные реки Амур и Зея осадки существенного влияния не окажут. На Амуре уровни воды сохраняются ниже нормы. Денис Сверденко, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. Возможность переселения подтопленцев в Селимджинском районе не исключают амурские власти. В настоящее время специалисты прорабатывают вопрос, как отвезти и углубить русло реки Селимджа. Губернатор Преамурья Василий Орлов лично посетил два подтопленных села – Бысай и Февральское. Пообщался с местными жителями и проинспектировал, как производятся выплаты подтопленцам. 30 тысяч рублей полагается тем, у кого вода зашла выше пола. Таких домов в двух подтопленных селах – Февральское и Бысай – насчитывается 41. В основном в февральском. Большая вода зашла в населенные пункты 23 июня. 26 числа в Селимджинском районе был введен режим ЧАЭС. В общей сложности по Февральску затоплено 157 придворовых участков и 29 домов, которые у нас попали в программу по компенсациям. По Бысе у нас 27 участков затоплено и из них 7 домов. В общей сложности на территории Февральска у нас 219 домовладений. Ну, как вы понимаете, объем 157 домовладений у нас попало под подтопление. Это большой такой объем. Ликвидировать последствия опаводка подтопленцам Селимджинского района помогали спасатели. Аэромобильная группировка в составе 30 человек и 8 единиц техники провела в районе почти три недели. Специалисты не только помогали пострадавшим выносить вещи из домов, просушивать погреба, также осуществляли перевозку людей. Транспортное сообщение во время паводка было нарушено. Большая вода размыла два участка дорог по трассе Экимчан-Златоустовск. С первых дней наводнения, конечно, органы соцзащиты, первая задача, которая была поставлена, это зайти в каждый дом, посмотреть тот и оценить тот ущерб, который принесла вода. Действительно ли она заходила в дом, действительно ли пострадало имущество. У нас в области действует закон об адресной социальной помощи, в рамках которого за утрату жизненно необходимого имущества гражданам выплачивается адресная помощь. Выплаты будут предоставлены тем, кто имеет право собственности на дом и подтопленное жилье у семьи является единственным. Однако социальная защита региона выплатит компенсацию и тем, кто не имеет права собственника или утерял соответствующие документы на жилье, в случае, если администрация Селинджинского района подтвердит факт проживания семьи в том или ином доме. Самую большую сумму 60 тысяч рублей выплатят семье, которую паводок лишил единственного крова. Большая вода полностью смыла их дом и уничтожила урожай. – Вообще для нас не привыкать, скажем так, к паводкам, они у нас случаются регулярно, в том числе здесь, за последние пять лет трижды этот паводок был. Конечно, есть вопрос, почему люди живут в этих местах, почему они построились в этих местах, систематически подтопляемых, и что с этим делать на перспективу, потому что там однозначно, конечно, сейчас гидрологи посмотрят, какие мероприятия нужно провести, чтобы воду отвезти оттуда, но тут стихия и природные условия такие, что, скорее всего, это будет сделать или очень дорого, или невозможно. Поэтому с этой точки зрения надо на перспективу смотреть, куда этих людей переселять. Для этого работают определенные программы по переселению граждан из ветховарийного фонда, поддержка многодетных семей. Сегодня мы посмотрели тех и других, сейчас подумаем с коллегами, как на перспективу эту задачу решить. Было отмечено, что русло Селимджи менялось несколько раз. К населенным пунктам она подобралась уже почти на 40 метров ближе. Фактически, она сейчас бьет с поворота сразу же в дома. В рамках рабочей поездки в Селимджинский район губернатор региона вручил ключи от квартиры многодетной семье Людмилы Штанько. А на мать семерых детей все они проживали в аварийном доме в селе Февральское. Эту проблему Людмила озвучила на личном приеме у губернатора. Сейчас ей выделили квадраты на вторичном рынке в том же селе в рамках программы «Переселение из аварийного фонда». Вероника Федореева, Амурское областное телевидение. Точная дата возможной передачи транспортных функций Благовещенской станции скорой помощи сторонней организации еще не определена. В правительстве области продолжают детально изучать юридические аспекты контракта, который должен быть составлен в пользу сотрудников станции. Ситуацию на контроле держат активисты регионального общероссийского народного фронта. На сегодняшний день изношность автопарка только Благовещенской станции скорой помощи составляет 66%. В районах ситуация еще хуже. К примеру, в этом году из-за аварии вышли из строя три машины скорой помощи. До 2019 года деньги на приобретение санитарных машин выделяла Федерация. С этого года финансирование прекратилось. Сейчас при Амуре обсуждаются различные варианты обновления парка автомобилей скорой помощи. Один из них на условиях концессии сразу со всем необходимым оборудованием приобрести за счет инвесторов. Пилотный проект будет реализован в восьми российских регионах. Положительным моментом в данном случае является тот факт, что при возможном заключении контракта, если это произойдет, то автомобильный парк станции скорой медицинской помощи Благовещенска будет обновлен на 100% новейшими машинами, оснащенными современнейшими медицинским оборудованием, что, конечно, позволит поднять на достаточно высокий уровень качество оказания медицинской помощи населению города Благовещенска. Это очень неплохо. Те машины, которые сегодня имеются на станции скорой медицинской помощи, будут переданы в другие медицинские организации города и районы, что тоже подслужит достаточно хорошим подспорьем показаний медицинской помощи в ее улучшении. А в данное время региональные власти только приступили к знакомству со структурой проекта и изучению мнений экспертов по данному вопросу. Окончательное решение о вхождении в проект или отказе от него область примет после всестороннего детального изучения предложения. Борьба с загрязнением рек в Преамурии станет проще. Область получила первую на Дальнем Востоке мобильную лабораторию. Оборудование предназначено для контроля вредных выбросов в атмосферу и оценки степени загрязнения окружающей среды. Например, экологи легко смогут добраться в труднодоступные места, оперативно взять пробу и исследовать ее. Лаборатория обошлась региону в 6 миллионов рублей. Ее легко переместить из одного транспорта в другое. Работать сможет при температуре от минус 40 до плюс 40 градусов. По словам губернатора области, лаборатория сначала отправится в Зейский, Мазановский и Селемджинский районы, где развита золотодобывающая промышленность. Там контроль состояния рек должен быть особенно тщательным. Сейчас все необходимое оборудование устанавливается, а специалисты проходят обучение. С августа лаборатория начнет свою работу. Почти полмиллиарда рублей потратят в этом году на подготовку учебных заведений области. Полностью все работы в школах и детских садах должны завершиться к 15 августа. За счет средств областного и федерального бюджетов в 8 образовательных учреждениях отремонтируют спортзалы. А в 26 школах области откроются новые современные центры «Точка роста». Подробности в нашем следующем материале. С началом занятий в расписании 26 школ появится новый предмет «Точка роста». Пилотный проект в рамках федеральной программы «Современная школа» стартует по всей России. На занятиях в этом центре ребята будут учиться проектной деятельности, готовиться к поступлению в ВУЗы, изучать технологию ОБЖ, информатику в Амурской области. Таких точек будет немного, но благодаря системе дистанционного обучения уроки будут параллельно вестись и в других образовательных учреждениях, городов и районов. На каждую точку роста было отыграно порядка 1,7 миллиона рублей. Сейчас идет уже поставка оборудования. До августа месяца, с захватом августа, середины августа будут проводиться ремонты, потому что высокоснащенное оборудование ставится в соответствующие помещения. Это порядка двух-трех, ну если площади позволять, четырех кабинетов в школе. До 2024 года в Преамуре в рамках нацпрограммы будет открыто еще порядка 120 точек роста. Новый учебный сезон в области будет богат и на другие образовательные инновации. Цифровая образовательная среда, 10 школ и 1 колледж, то есть создание условий для обучения детей по современным цифровым образовательным технологиям, в том числе программированные. Это IT-куб, то есть центр цифрового развития в городе свободном. Это центр выявления и поддержки одаренных детей на базе лагеря «Колосок». Это мобильный кванториум. С 2015 года в области началась масштабная реконструкция спортивных залов сельских школ. Каждый год, включая этот, сдается по 8 объектов. Таким образом, в Преамуре идет популяризация здорового образа жизни, а в отремонтированных залах проходят занятия спортивных секций. Если захватить уже и этот год, мы порядка 70 спортивных залов, а также несколько плоскостных сооружений отремонтировали. Эта работа будет продолжаться до 2024 года, ежегодно по 8 спортивных залов. То есть, если посчитать 20, 21, 22, 23, 24, то мы более 100 залов спортивных отремонтируем. Все ремонтные работы в образовательных учреждениях Преамуре должны быть завершены к середине августа, о чем будет доложено губернатору области Василию Орлову. А за парты в этом году школьники сядут не 1 сентября, которое выпадает на воскресенье, а 2 в понедельник. Юрий Камышный, Владимир Петренко, Амурское областное телевидение. В детских садах областной столицы выделили дополнительные места для детей в возрасте до 3 лет. Уже 1 сентября пойти в дошкольные учреждения смогут еще 140 маленьких благовещенцев. Готовность ясельных групп проверила мэр Благовещенска Валентина Калита. Подробности далее. В четвертом корпусе 35-го детского сада, который находится на КПП, ремонтные работы в самом разгаре. Уже 1 сентября здесь примут дополнительно 25 малышей до 3 лет. Сейчас идет обустройство помещений и отдельной детской площадки. Новая группа станет второй для благовещенцев ясельного возраста. Здесь еще будет отсыпка подниматься, потому что, видите, сейчас немножко такое, что в низине, поэтому мы уже оборудование для него заготовили. Начали работу по подготовке мест для малышей во втором корпусе 60-го детского сада. Валентине Калите рассказали, как планируют обустроить детскую площадку. А еще уточнили, раньше здесь принимали малышей только в группу компенсирующего вида. С этого года откроют еще одну, общеразвивающую, также для детей до 3 лет. Для их размещения сейчас оборудовали помещение, где раньше располагалась ликотека. Ремонт здесь уже провели. Обещают полностью подготовиться к приему. Юных благовещенцев к 1 сентября точно успеют. А вот в 67-м детском саду уже сейчас ремонт завершили. Обновили как помещение, так и площадки. Сейчас ждут прихода нового оборудования. Кстати, 67-й детский сад примет наибольшее количество дошколят до 3 лет. Вообще выделенные средства на одну группу раннего возраста, она отремонтирована, подготовлена. И за счет детского сада сделаны еще две группы. Всего детских вот таких вот групп раннего возраста будет 4. И в них будет 100 воспитанников на 19-20 учебный год. А в общей сложности в этом году в Благовещенске выделили 140 дополнительных мест для детей до 3 лет. На ремонт оборудования групп об устройство прогулочных площадок было направлено чуть более 9 миллионов рублей из городского бюджета. Благодаря тому, что эти дополнительные места у нас будут, фактически мы остроту проблемы в микрорайоне снимем полностью. Остается проблемным, конечно, центральная часть города. И здесь мы дальше продолжаем работать, потому что на сегодняшний день у нас есть еще планы, у нас есть еще видение по нахождению свободных помещений, по переоборудованию этих свободных помещений за пределами детского сада, но приближенному к детскому саду для того, чтобы детки могли отдыхать, заниматься, питаться и быть, так скажем, ухоженными и присмотренными. Кстати, в скором времени планируется выделить еще 70 дополнительных мест для самых маленьких. Помещения обустроят на базе 55-го детского сада и Благовещенской прогимназии. Между тем, по данным, на 15 июля в очереди на предоставление места дошкольного учреждения Благовещенска стоят чуть более 5000 детей. Анастасия Петраш, Роман Едоков, Амурское областное телевидение. В городском роддоме Благовещенска провели ремонт душевой. В частности, была отремонтирована вентиляция и заменена сантехника. Напомню, душевая, находящаяся в подвале здания, не один год вызывала возмущение пациента крадильного дома. Тем более, что последний раз ремонт в этом помещении делали в 2015 году. Но он не был столь масштабным. Вот так выглядела душевая городского роддома еще месяц назад. Несмотря на то, что ремонт здесь делали 4 года назад, от него практически не осталось и следа. Во-первых, он не был столь масштабным, как нынешний. Во-вторых, из-за проблем с вентиляцией в душевой образовалась сырость и плесень. Всего за три недели душевая капитально преобразилась. Здесь заменили сантехнику, отремонтировали вентиляцию, установили новую дверь, сделали кафель и натяжной потолок с хорошим освещением. На время ремонта пациентки водные процедуры принимали в резервных душевых на этажах. К сожалению, родильный дом типовой застройки 1985 года, он никогда не предусмотрит наличие душевых в каждой палате, как это хотят женщины. Потому что панельные здания реконструкции не подлежат. И в родильном доме капитального ремонта не было с момента его застройки. Поэтому ремонты проводятся точечно, по мере необходимости. Но все требования, которые предъявляет к нам Роспотребнадзор для нормальной работы и нормального функционирования дома, роддома, они выполняются. На капитальный ремонт душевой потратили 600 тысяч рублей. Деньги выделили из бюджета городской клинической больницы. Это средства, полученные за счет оказания платных услуг. Смотрите далее в нашей программе. Уроки безопасности. Как правильно вести себя на воде, чтобы отдых не обернулся трагедии, рассказали детям сотрудники МЧС. Дивный сад. В день 155-летия Ивановки в селе открыли новый парк. Спасибо, что остались с нами. И мы продолжаем. Как правильно вести себя на воде, чтобы отдых не обернулся трагедией, сотрудники МЧС рассказали детям на открытом уроке. Такие профилактические беседы проходят круглый год, но в этот купальный сезон они стали особенно актуальными. С начала купального сезона в списке утонувших 19 человек, из которых 7 дети. Подробности в сюжете Юрия Камышного. Сегодня мы с вами поговорим о правилах поведения новой идеи, о вашей безопасности новой идеи. На этом уроке не ставят отлично или неудовлетворительно. Главная оценка – это знания, которые ребята получат в ходе занятия. Первое правило, которое рассказывают спасатели детям, это то, что нельзя купаться одному без присмотра взрослых. Ну а дальше, казалось бы, простые истины, которые знают все, но напомнить их еще раз никогда не будет лишним. Например, когда вы заходите в воду, лучше пользоваться спасательным жилетом. И в нем можно купаться абсолютно безопасно. Он будет вас держать на воде, можно плавать. Единственное, ваш враг – это течение. То есть вас может, если это речка, то унести течением обязательно. Держитесь ближе к берегу, когда купаетесь. На этих уроках детям не только рассказывают, как правильно купаться, но и показывают, чем можно обезопасить себя и спасти утопающего. Вот элементарный круг, а это уже петля Александрова, длиной до 35 метров. Весь реквизит ребята с интересом трогают и осматривают в такой же игровой форме. Сотрудники МЧС объясняют, как оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему. И уже через 20 минут урока школьники сами могут рассказать об элементарных правилах поведения на воде. Надо, чтобы родители смотрели, что ты купаешься. Ну, нельзя далеко уплывать. На лодке-то ее нельзя было вдыхать. Нужно вести себя хорошо на водоемах и не заплывать туда, куда не надо. Если твой брат или друг тонет, надо не за ним лежать, а найти либо палку, либо веревку. Только с начала этого купального сезона в Благовещенске уже утонуло два человека. По области 12 печально, что почти половина этой цифры – дети. Спасатели еще раз просят родителей не пускать купаться своих чад одних и купаться только в оборудованных для этого местах. У нас реки, очень большие течения, есть ямы, вот эти все прутья, за которые можно зацепиться. И при купаниях, то есть вода мутная, всего этого не видно. Ну, и, соответственно, можно либо в яму провалиться, а если еще ребенок плохо плавает, начинается паника. Паника – самый главный враг человека, который тонет. Урок безопасности закончен. Правила поведения на воде эти ребята уже знают. Но на всякий случай каждому раздали памятки, как и где правильно купаться. Юрий Камышный, Михаил Величкин, Амурское областное телевидение. Ивановке исполнилось 155 лет. По случаю юбилея в этом старинном амурском селе открыли парк и лодочную станцию. Народные гуляния в честь праздника продолжались весь день и закончились красочным салютом. С очередной датой в истории Ивановцев поздравил губернатор области Василий Орлов. О прошлом и будущем одного из самых красивых сел не только при Амуре, но и всей России – материал Юрия Камышного. Это большой праздник для всех жителей. Не только для свечан, но также и гостей села. В Ивановке двойной праздник. В 155-летний юбилей здесь торжественно открыли парк отдыха. После перерезания красной ленточки глава села и зрук председателя законодательного собрания области Вячеслава Логинова получила сертификат на 200 тысяч рублей. Эти средства в будущем пойдут на создание в селе своего Арбата, который разместится между двух озер с лотосами, ставшими визитной карточкой этого населенного пункта. Дивный сад. Иначе и не скажешь. Открытие парка началось с праздничного шествия. Перед гостями прошли барабанщики, акробаты, пираты и другие сказочные персонажи. Мне больше всего понравилось, что, ну, могу сказать, мне все понравилось. Изюминка нового парка – это и красочные фигуры животных, карусель, зеленые зоны, ну и, конечно, фонтан. Увидеть всю его красоту можно только вечером. Подсветку и музыку будут включать каждое выходное. Идея создать в родном селе парк принадлежит местному предпринимателю. Юрию Касьяну несколько лет назад он полностью за свои средства начинал все это строительство. Завершить зону отдыха удалось при поддержке ивановских и областных властей. Дивный сад вошел в программу бюджетного инвестирования. По словам Юрия Владимировича, парк в нынешнем виде – это только начало. В будущем он мечтает создать на этом месте нечто вроде Амурского Диснейленда. Я родился, здесь и вырос. Поэтому для меня село это драгоценное. И это мое хобби. Мне нравится помогать людям и делать их счастливыми. Одним из первых новый парк осмотрел и Василий Орлов. А уже после главу региона ждали на тематических площадках, открытых специально к празднику. Здесь местные школьники рассказали губернатору, кто стоял у истоков основания села. Как в 1919 году его сожгли японские интервенты. О послевоенном подъеме сельского хозяйства и о том, чем сегодня живет Ивановка. Я думаю, что это место силы. Это место силы, это наши корни, это наша земля. Здесь потрясающее количество людей влюбленных, абсолютно самоотверженно, бескорыстно влюбленных в эту землю. Вот этот парк лотосы, который здесь есть, это ведь очень символично, это рукотворные вещи. То есть это не природа, не Господь нам сверху все это спустил. Это люди сделали своими руками. На главной площади Ивановки концерт, посвященный родному селу. Здесь по случаю праздника вручили благодарственные письма от губернатора. В числе награжденных Анна Петровна Тарабанько в местную школу она пришла сразу после окончания пединститута. С тех пор это село стало для нее второй родиной. Вместе со своими земляками она каждый день делает жизнь в Ивановке лучше и комфортнее. Радует то, что вот эту красоту делаем все вместе. Жители этого села, дети, родители, педагогический коллектив и вся общественность. Несмотря на свой возраст, 155 лет Ивановка молодеет с каждым годом. И всю эту красоту делают сами местные жители. Ивановские лотосы, лебеди, а теперь и парк. Но на этом здесь не останавливаются. У ивановцев еще много идей, как благоустроить свое село. Юрий Камышный, Михаил Величкин, Амурское областное телевидение. На этом у меня все. Пересмотреть выпуск можно на нашем сайте amroble.tv. Самые интересные сюжеты на нашей страничке в Инстаграм. Я же с вами на этом прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова